У нас у всех есть карандаши. Как только вы смогли держать его, вы очень любили рисовать. И у нас? У тебя нет карандаша? А дома есть? Дома есть. Вот, дома есть. Когда я расскажу историю, ты придешь к своим карандашам, альбому, и уже вспомнишь эту историю, будешь смотреть на них другими глазками, вспоминать. И у всех у нас есть альбомы, потому что карандаш и альбом всегда вместе. И вот наша история. Егор, можно сюда? Подойди, пожалуйста, Егор. Я буду карандашом, ты будешь альбомом, только повернись, пожалуйста, так, чтобы... Егор, у нас альбом. Итак, жили-были, карандаш и альбом. И вот они оказались вместе. Карандаш очень красивый, заточенный, рисует очень хорошо, и, конечно, был очень этим горд. И он всегда возвышался над альбомом, говорил, я такой красивый, я такой остро заточенный, я так могу красиво и хорошо рисовать. Я, я, я. Слушал альбом, слушал и говорит, альбом, карандаш, карандаш, ты сам ничего не можешь. Замолчи, глупая бумага, говорит карандаш, а то я на тебе нарисую каляки-маляки, и тебя выбросят в мусор. Вот что я могу. Нет, говорит альбом, без художника, если он не возьмет тебя в руки, ты ничего не сможешь сделать. Вот такой глупый карандаш. Но альбом ему сказал о том, что ничего карандаш без художника сделать не может, если его художник не возьмет в руки. Хотя он такой красивый, остро заточенный. Вот такой у нас карандаш глупый и такой мудрый альбом. Садись, Егор, спасибо. Многие из людей думают, что они тоже могут все без Бога. Скажите, ребята, а мы сами все? Бедняжка. Ну, сейчас вот у нас бедняжке будет помощь. Итак, скажите, ребята, вы задумывались о том, что вы в жизни можете все сами? Ну, где-то помогают вам родители, а родителям помогает Бог, но вы сами рисуете. Конечно, сама рисую я. Я умею даже писать. Вот, я сама рисую. Так, мы сами рисуем, но для этого мы должны учиться. Если мы не возьмем карандаш в руки, он ничего не сможет. Но в нашей жизни Бог руководит. Мы же ходим и слушаем детские истории, мы изучаем Библию, и вот сегодня у нас урок хороший был. В жизни каждого человека руководит. Кто? Бог. Кто руководит? Бог. А как он руководит? Берет вот так вот и руководит. Или как? Следит за нами. Он через мысли нам говорит. А я? Говорит. И охраняем нас, когда мы спим. Так, как еще Бог нами руководит? Мы к Богу что? Мы Богу молимся. И? И? Поем. И поем. И мы молимся. Бог и? Что делает? И? Помогает нам. Помогает. Руководит нашей жизнью. О чем был сегодняшний наш урок. В книге Библии есть книга Псалмы. Если мы откроем 13 главу 1 стих, там будет. Сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. То есть, если человек говорит нет Бога, его называет Бог безумцем. Вот такой гордый карандаш, который думал о том, что он может все сам, без художника. И так же человек, когда он думает о том, что он может в жизни все сам, без Бога. Он безумец. Потому что сказал безумец в своем сердце. Нет Бога. Вот такой глупый карандаш. И мудрый альбом. И смотрит за нами на улице. А сейчас мы с вами посмотрим слайды. Тоже на эту тему. Немножечко тоже о карандаше. Это карандаш. Вот посмотрите. Это карандаш. Вот ничего примечательного в нем нет. Ну, красивый, остро заточенный. Но сейчас тогда, когда я буду читать, немножечко с другой стороны посмотрите на этот карандаш. Итак. Во-первых, у нас все прекрасно может получаться. И мы можем мастерами свое дело, но не должны забывать о том, что есть направляющая рука, которую мы называем... Руководителем. Вот сейчас говорили, кто к нами руководит. Есть направляющая рука? Рука Бога. Рука Бога. Никогда не должны об этом забывать, чтобы у нас с вами не получалось. Которого мы называем Бог. Доверяй Ему и прислушивайся. Всегда, когда мы молимся, мы доверяем Богу и... Что делаем? Слушаем. Слушаем, конечно. И во-вторых... Сейчас, солнышко мое, сейчас. И во-вторых, карандаш. Время от времени нужно что делать с ним? Затачивать. Ну, на себя ощущали заточку? Затачивать. Для чего мы затачиваем карандаш? Чтобы им рисовать. Чтобы им рисовать. Чтобы красиво. Чтобы он писал. Чтобы он красиво. Школьники знают об этом. Для него это, наверное, не самая приятная процедура, но зато после затачивания карандаш становится каким? Тонкий, красивый. И линия тоже красивая. В-третьих, когда мы пользуемся карандашом, всегда можем что сделать? Вот ручка мы пишем, мы не можем это сделать. А если карандашом, мы что можем сделать? Стереть. Что мы можем сделать? Стереть. Допущенные ошибки. Вот видите, какой карандаш? Исправлять себя – это хорошо. И в большинстве случаев это единственный способ не сбиться с правильного пути. И в четвертое в карандаше не дерево, а что? Что в карандаше главное? Стержень. Правильно, умнички, молодцы. Стержень. Поэтому всегда обращаем внимание на то, что у тебя не снаружи, не снаружи, а внутри. И в четвертых, в пятых, за карандашом на бумаге всегда остается что? Правильно. Что за карандашом остается на бумаге всегда? След. След. Поэтому тогда, когда человек живет на земле, он должен помнить, что постоянно нужно оставлять за собой след, да? Но не в виде поступков и слов. Так что каждый шаг мы свой что делаем? Прямо сегодня мне хорошо помогаешь. Обдумываем. Ты это делаешь? Ну да. Все так? Все так молятся, обдумывают свой шаг, оставляют след. Очень рады острой заточке. Не всегда. Но у вас еще такая жизнь вся впереди. Вот такая история у нас сегодня. И поэтому вот эти солнечные странички о такой счастливой жизни, если человек хочет прожить счастливую жизнь, вот есть такие пять потрясающих качеств, которые есть у Карадаша и нужны всем. Поэтому я дарю вот эти солнечные странички нашим сегодняшним слушателям, помощникам, чтобы эта история, она у них сохранилась и на бумаге, и еще, и еще. Где эта история должна сохраниться? Сердце. Молодцы какие у нас. Ребяточки, у меня осталось, кому взрослым, если нужно, такие правила счастливой жизни. От нашей истории я имею в виду. Правила счастливой жизни в Библии. Так что, когда вы будете брать в руки карандаш, ребята, то вспоминайте нашу историю. Хорошо? Все, возвращайтесь на свое место. Пусть эта история всегда будет нам напоминать о том, что кто говорит в сердце своем нет Бога, тот безумец. Субтитры создавал DimaTorzok